Если вы открыли это видео, значит вам знакомы случаи, когда для полноценного погружения в игру НЕМНОЖКО НЕ ХВАТАЕТ ФПС! Обычно в такой ситуации мы отправляемся в настройки графики и начинаем занижать красоту до тех пор, пока не добьемся нужного результата Или не начнем грустить, увидев, что занижать-то в общем-то уже некуда А порой просто не хочется занижать графику, так как это делает визуал игры прям откровенно паршивым Например, я только в самом крайнем случае начинаю понижать разрешение картинки ниже стандартного 1080p Все-таки четкость, по крайней мере для меня, важнее, чем дальность прорисовки теней, высокая плотность частиц и прочие физиксы Но что если настройки и так уже на минимально возможном уровне, а фпс все еще не хватает И как и я, уходить в мыло с саб-HD разрешений вы тоже не хотите Откуда же выжать еще немножечко кадров? И тут я вспомнил игру Evil Within Первая часть выходила как на новом поколении консолей, PS4 и Xbox One, так и на предыдущем, PS3 и Xbox 360 Тем, кто купил игру на прошлом поколении консолей, приходилось играть в ужасно неудобном формате картинки С черными полями сверху и снизу, как в кино Это и правда добавляло некоторой кинематографичности игре, но также и очень сильно усложняло игровой процесс Потому что персонаж почти ничего не видел не только сверху и снизу, но на самом деле и по сторонам от себя тоже Из-за очень низкого угла обзора Так что, казалось бы, вся возможная польза от такой широкоформатности отсутствовала Но по словам одного из разработчиков, это было вынужденной мерой Для того, чтобы выжать еще немножечко FPS из старого железа предыдущего поколения консолей Ведь за границей этих черных полос ничего не рендерилось На следующем поколении консолей и на ПК полоски разрешили отключать по желанию Потому что производительности уже хватало на рендер в честных 1080p Так вот, этим мы и воспользуемся Совершенно не обязательно иметь ультраширокий монитор, чтобы выставить подобное разрешение картинки К тому же мы сможем сами регулировать, сколько пикселей отдать под эти черные полосы Окей, открываем панель управления NVIDIA Если у вас AMD, то понятия не имею, как вы вообще играете в игры Шучу Но настройки вам придется отыскивать самим Уверен, они точно есть Наверное Далее переходим в ветку дисплей, изменение разрешения Жмем на кнопку настройка Ставим галочку в поле включить режимы, не предлагаемые дисплеем И нажимаем создать пользовательское разрешение Я добавил два варианта на 960 и 880p И после жмем кнопку тест Если изображение на экране не пропало полностью, жмем да Если пропало, значит вы напортачили Ждите 20 секунд, пока система не вернет вам ваше рабочее разрешение После остается только запустить игру и проверить, насколько эффективно для вас это решение В моем же случае это позволяет добавить вот столько фпс При этом совершенно не занижая никаких других настроек графики И самое главное, что в отличии от обычного снижения настроек разрешения Картинка остается четкой И если вы досмотрели видео до этого момента Поделитесь в комментариях, сколько фпс этот метод помог выжать вам из нужной вам игры И вообще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!